Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 621. События дня. 1 Тимофея 4.16. «Вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, спасёшь себя и слушающих тебя». За 21-е, 5-е августа 2017 года. События. Ну, какие события? Переместились на территорию Скворечника, где я живу. Мы на тележке с Володей подвозили уже заранее распиленные щурки, ветлы. Кололи и складывали. Я позвонил Евгению Долгову, из-под Степной, насчёт, как обещал грейдер. Он говорит, будет после обеда. Во сколько? В три. Я говорю, давай, раньше пообедаем не два часа, а в час. Я пойду, мало ли, ещё приедет раньше, а без меня он совсем не так сделает. Ну, и пообедали. И мне пришлось потом раза три звонить, пять часов фактически я простоял там. Нету и нету. Он дорогой сломался. Ему какую-то деталь в дорогу привезли, как он и сказал. Ну, потом всё наладилось. Нож у него широкий. Дорога муская, там много в кювет ушло. Вчера пришлось мне проехать по деревне, предупредить, что в субботу, то есть вот я сегодня, суббота, говорю, 26 августа, чтобы все вышли на субботник. С совковой лопатой, с бёдрами, из кювета весь этот щебень поднять, положить на трассу. Ну, какая трасса тут, 200 метров, деревня внутри. Ну, это дорога наша. Вот, что-то ещё не узнал я, Роман говорит, на первом мостике. Он камаз там вёз у него и, видимо, сильно просела там или что, узнаем. Нам, если что-то добавлять, камень рядом лежит, это всё продумано было. Потому как широкая гусеница до конца он не мог удавить. Надо, чтобы удавлено было. Вот, то надо договориться с Игорем, чтобы, ну, СК-700 или сколько, тяжёлый пригнал трактор и вдавить там. Так пока ничего нету. Время близится. Марина уезжает. 27-го воскресенья с Сергеем Пуковым. Ну, мы остаёмся одни. Трое. Всё. Вот. День прошёл. Теперь подсказать бы надо ресурсы наши. Это больше всего «Любля мой мир». Вот моя страница. Потом прочитаю. Ай-ай-ай-ай-ай. События дня. Вот сколько всего сегодня переставили. СБОРа. Вот перешло сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот так. Ну, и дальше показать ресурс. Наш ленточный форум православный. Тысяча шестьсот тем. Очень богатый. Ну, там двести пятьдесят, двести семьдесят человек заходит. Никаких споров нету. Форум очень интересный этим. Ну, и канал. Видеоканал. Просмотров семь миллионов триста десять тысяч триста девяносто семь. Семь тысяч шестьсот подписчиков. Вот так. Сегодня я выставляю по десять роликов небольшие. Вот на сколько выставил сегодня. Двадцать семь, тридцать восемь. Тридцать. Одиннадцать. Одиннадцать. Тридцать. Пятьдесят. Два часа. Два, три. Чуть не на четыре часа просматривать. Ну, кто будет? Ну, кому что понравится. Вот так. Восемь тысяч, примерно, пятьдесят или сто роликов наших. И во свете Библии православный библейский сайт. Еще тут такого нету. Нового. Вот, может, форму застывшая. Пятьдесят книг. Примера аудио начитаны. И вопросы, ответы. Вот. Четыре тысячи сорвать четыре. Вот я сейчас его включаю и беру. Тема – это война. О войне. Вопрос 1566-й, открытый моком, шестидесятый том. Как относиться православному христианину к празднованию Дня Победы 9 мая? Патриоты связывают эту дату с днем памяти великомученика Георгия Победоносца, поместили священное изображение на военный орден, а архиерейский собор РПЦ 29 ноября 4 декабря 1994 года установил в этот день поминать усопших воинов за веру Отечества и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Какая вера имеется в виду? Кто ее от кого и чем защищал? В бой по преданию шли со словами за Родину, за Сталина, а истинно верующие к тому времени были все попересажены, расстреляны, сосланы, да и сколько их было в те годы вместе с баптистами и другими признающими Христа. Эти записки мне поступали, когда я вел занятия по изучению Слова Божия по православной вере в университетах, в милиции, в воинских частях, техникумах, школах и три радиопрограммы. Ответ. В новом завете на этот вопрос нет ни слова. Что могу тебе дать? Какое благословение могу дать, если оно уже отдано небесному, а не войне? А я говорю вам, и это А, я говорю, перечеркнуло все, чем жило человечество до тех упор. Видите, как нужно смотреть на простые слова. Внимание. Матфея 5, 44, 26. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дочь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Легко заметить, что кто иначе думает, хотя бы с ним рядом стояли Папа Римский Патриарх с автоматами наперевес, есть не сыны Отца нашего Небесного. Они поступают как мытари. Те, кто воюет, пусть воюют. Им это как раз. А христианин отвоевал свое право быть последователем того, кто вложил наш меч в ножны, и до второго пришествия его неизменно он там и должен быть. Когда говоришь, никак. А вот раньше царь, батюшка, благословлялся. На его заводах отлиты пули и штыки, терзали тела его и дочери и жены. Матфея 26, 52. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч мечом, погибнут. У кого нет терпения, вынести все, что Бог послал для нашего блага и прославления, для очищения исправления. Те пойдут сами в плен. Те будут убиты, если посягнут и изменить ситуацию через применение плотского оружия. Откровение 13, 10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. А кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. У этих вояк нет ни веры, ни терпения. Лука, 9, 55, 56. Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. 2 Коринфян, 10, 4. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. 2 Коринфян, 6, 7. В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. При поясании от шресла это изречение встречается в Библии всего лишь 7 раз. Стоит того, чтобы рассмотреть, как шло на протяжении 3600 лет разъяснения, что же это означает и каким ремнем нам припоясываться, и что на ремне должно висеть. 2 Кортик, пистолет или Библия в истинном толковании святых отцов. Вот интересно, когда сегодня люди смотрят, как так все из Писания. Ну, я стою на капельке, вопрос задан, я мгновенно его отвечаю. Исход 12.11. Ешьте же его так. Пусть будут шресла ваши припоясаны, оба ваши на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Каждый из строивших припоясан был мечом по шреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. Ниемя 4.18. Нас должно интересовать, в первую очередь, что за припоясание у самого владыки нашего Иеговы. Интересно. Сразу вопрос. Притча 31.17. Припоясывает силу и шресла свои укрепляет мышцы свои. Иса 11.5. И будет припоясанием шресла его правда, припоясанием бедр его истина. Христос настраивает своих последователей на волну готовности встретить его. А не врагов внутри государства или за границей. Теперь уже не оружие идет в связке с поясом, а светильники. Но какие? 2 Петра 1.19. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращайтесь к нему, как к светильнику в сияющем темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Миллионы экземпляров Библии, миллионы светильников в уме и в душе. Уверовать можно только через проповедь Слова Божия. И тогда звезда утренней взойдет ярко, рано утром, на молитве. Римлян 10.17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Откровение 22.16. Я есть им корень потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Лука 12.35. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». 1 Петра 1.13. «Посему, возлюбленные, припояшись чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Ефесянам 6.14.17. Итак, станьте припоясав чресла вашей истинною и облегшись броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. А паще всего возьмите щит веры, которым возможности угостить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который из Слова Божия. Чтобы опровергать эти слова, нужно сначала получить удостоверение, что ты стал антихристом. Настолько все ясно изложено в Святой Библии по этой теме, что говорить противоположным может только противник, что означает в переводе с еврейского «сатана», который есть толкователь Библии для воюющих, ибо он есть главный виновник всех смертей. Иоанна 8.44. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Все люди на земле – братья по крови Адама». Евреям 2.14. «Смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола». 1 Иоанна 3.15. «Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Московская патриархия ведет позорную игру с антинародными антихристианскими режимами. Точно так же, как дореволюционная православная господствующая церковь привыкла любодействовать с царями в прошлые века. Иеремия 3.9. «И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом». Иеремия 5.7. «Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали, толпами ходили в домы блудниц». Иеремия 29.23. «За то, что они делали гнусное, и именем моим говорили ложь, с чего я не повелевал им, я знаю это, и я свидетель, говорит Господь». Откровение 18.3. «И цари земные любодействовали с нею. Эти дни, победы и эти связи с силовыми структурами есть предвестия новых бед на церковь, которые предали на растерзание лиходеям неверующим архиерея из синода. У верующих есть праздник победы над злом, над дьяволом, над тьмою. И это совершилось в воскресении из мертвых Христа Иисуса». 1 Иоанна 5.4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера ваша наша». 1 Коринфянам 15.57. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». «Юноши, взятые в эту безбожную армию, будь то в любой стране мира, развращаются, измываются друг на другом и погибают тысячами в мирное время. А кто служит Христу, те одерживают истинную победу, которую празднуют в вере своей каждый день над лукавым». 1 Иоанна 2.13. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Если мы даже тебя расстреляли за отказ участвовать в военном деле, ты все равно победитель над злобой их». 1 Иоанна 4.4. «И дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Какое еще нам обещано оружие в борьбе за справедливость? Будь то даже захватнические войны, когда мы захватываем плацдарм в душах слушающих их. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 5 стих. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». И вот о таких говорится в вечности, что они не служили дьяволу и дьявольским правительством, а были во всем верны Богу Его и Господу Саваоху, и прославили своей смертью Христа Иисуса, и были в один и третьем лицом Троицы Духом Святым. Их победа будет отпразднована в вечности, ибо они победили Антихриста, который уже и сегодня действует в своих предтечах, заставляя служить в убийственных армиях сатаны. Откровение 12.11. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Откровение 2.11. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Панихида по матерщинникам, по тем, кто не уверовал при жизни в Иисуса Христа и не жил в Духе Святом, не свидетельствовал о Спасителе Иисусе, те будут брошены в вечную уху в огонь, который уже предзнаменует их вечное мучение и называется вечным, горящим даже в видимом мире на могилах». Римлянам 8, глава 35, 37. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщают на всякий день, считают нас за вес, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Ну вот, можно сказать, на сегодня все.